Привет, мои хорошие! С вами Селена! И чё я такая злая? Потому что, смотрите, уже меня мама покрасила, понимаете? Уже всё вот, уже как бы финишная прямая, и все просто файлы мои удалились, у меня стала не поддерживаться моя карта. Как меня это бесит, вы себе не представляете. Самое интересное, что буквально мне нужно было освободить память, у меня заполнилась память, мне нужно было её освободить, чтобы дальше начинать снимать. Мы уже кучу всего сняли. Я сейчас расскажу, что мы сняли, естественно, по-другому никак. Я хочу просто поделиться своими нервами. Если кому-то не нравится, перемотайте на информацию уже полезную. Просто это закон подлости, понимаете? У меня закончилась память. Я поснимала, у меня закончилась память. Я беру карточку, вставляю её, открываю файлы, вижу все файлы, и думаю, скопировать или не скопировать вот эти файлы, которые сейчас я поснимала. Или старые какие-то удалить, дописать, и потом всё вместе уже скопировать. И думаю, ай, старые удалю, не буду эти новые копировать. Всё, удалила старые, возвращаю карточку, она говорит мне, я вас не поддерживаю. Не поддерживаю в вашем окрашивании, да? Ну и короче, всё, мне пришлось всё форматировать, чтобы она начала читать. Всё, просто файлы недоступны. Теперь, поэтому, дубль 10, 585. Что мы тут делаем вообще с мамочоли? Так, мы красим волосы. Мамочоли сейчас придёт. Мы красим волосы. Крашу я красочкой Энебрия. Взяла я цвет 8-13. Внимание, 8 уровень. У меня должны быть тёмные волосы. Взяла я бежевый, холодно-бежевый оттенок. Это что-то новое. Почему я выбрала Энебрия? Это итальянская краска. Выбрала её, потому что она была со скидкой. Это премиальная линейка, по-моему, у итальянцев, да? Я брала мут до этого. Мне нравилась красочка. Я ей очень хорошо поднимала корни, осветляла без желтизны. Энебрия мне в осветлении не очень понравилась. Она что-то жёлтенькое оставляла. Кстати, я не пойму, что с моими корнями. Что вообще за цвет? Честно, вообще не пойму. Я вижу, как какое-то роженое. Проглядывается уже, да? Ну, сейчас покажу. Я, блин, просто снимала до этого файла, какие у меня волосы до были. Хотела показать до и после. Ну, ладно, вы все помните, как у меня волосы, да? В предыдущих видео, если что, посмотрите. Вот, на 3%, один к полтора. Энебрия мне просто цвет понравился на раскладке. Холодный беж, очень классный. Вот. Я решила все волосы вот закрасить. Просто не брать холодные оттенки, потому что у меня всё равно корни получаются тёплые. А там, где сильно осветлённый блонд, он получается прям пепельный. Какой-то переход, я думаю, да возьму я такой, ну, тёпленький, бежевый немножко, да? Такой беж-холодный. Что-то такое. Тёплая бежа, холодная. Не пойму, короче. В общем, вот, покрасили мы. Уже через 15 минут я уже буду всё это дело смывать. Мама Чоли, камон! Май маза, всем привет! Ссылка на её канал будет под видео. Заходите, смотрите. А что мы хотели спросить? Мама безумно классно и быстро меня покрасила. Вообще просто отдыхаю, засыпаю. Лёгкая рука, правда, вообще ничего, даже не больно. Как у тебя это получается, я не знаю. Расскажи, краска, мы когда её намешали, она была очень густая, она прям даже не капала. Вот, расскажи, как она в нанесении. Тебе понравилось? Ну, она как крем, наносится легко. Я нанесла сначала на корни по всей голове, потом каждую прядь я протянула до конца. И ещё много краски осталось. Получилась вот эта вот мисочка, которая для прокрашивания, она получилась полная. И там половина у меня ушла, и, в общем, я всё это протягивала. Но так, как в каждой прядке, всё равно, если вы это красите, знаете, внутри как суховатый волос, остаётся не прокрашенный. И я всё это нанесла ещё прям так густо, и прям вот так вот помассировала каждую прядочку. То есть, всё промассировала, всё прям пропитала. Ну, тебе удобно было, да, что она такая густая? Удобно, да. И, в общем, краски хватило, аж с головой хватило. Да, уже вымазывала, вымазывала меня два часа. Надеюсь, всё прокрасилось. Да, а я что хочу сказать, а здесь 100 мл, одну эту краску я взяла, и её было много. 100 мл и разводится 1 к 1,5, получается 250 грамм краски было. Это один момент. И ещё момент по запаху. В начале, когда я только разводила, такой, ну, немного аммиак бросился в глаза, но потом, в нос, но потом, когда мама меня красила, на самом деле, очень приятный аромат у неё всё это время был, и вот не было, не стояло какого-то вонючего запаха. Так что, хорошее, хорошее. Сейчас посмотрим, что она сделает только, да? Ну, посмотрим, да. А посмотри на мои корни, что с ними? Они какие-то красно-рыжие. Ну, они, видишь, как бы сушатся. Здесь ещё крема этого много, а там его как бы, ну, немного, ну, посмотрим. Я не думаю, что они будут как-то отделяться недавно. Я, в общем, поддержу Татьяну мою, да? Я её покрасила, и ей не понравился цвет, очень тёмный. И я взяла восьмой уровень, кстати. Танюша, мы вместе блондинки, вместе шатенки. Всё вместе. Вот, в общем, 15 минут, пойду чуть проэмульгирую, 5 минут посижу, и, короче, всё смою, и вернусь, будем уже смотреть. Спасибо, мама Чоли. Пожалуйста. Мне так интересно, что за цвет там получится. Сейчас проэмульгировала немного. Стекает цвет такой, знаешь, какой-то коричневый, но никакой холодинки нет. Стекает вот коричневый прям. Может, я коричневая буду? Страшно. Всё, 5 минут, пьём кофе, и смываем. Как вам моя прическа? Фотосессию надо сделать, по-моему. Похожая на Малефисент? Всё, пошла смывать. Надеюсь, вы увидите, какого цвета сейчас будет смываться краска. Видно, какого цвета? Видно, видно. Коричневая? Бежевая. Бежевая? Да. Буду мыть вот этим вот шампунем и бальзамом для сохранения цвета. Хотя я не уверена, хочу я строить этот чёртый, господи. Я всё мокрая. Давай полотенце. На тебе вот это, потому что его не жалко. Ну, оно тёмное. Тебе твоё не жалко? Ну, оно покрасится. Ладно, видите, не жалко. Если чуть покрасится, оно ж тёмное. У тебя белые все полотенца. Тебе теперь надо бежевое купить. Тёмно-бежевое такое. Коричневое. Ух! Меня успокаивает. Смотрите, я вот так вот заглянула. Видите, цвет какой-то прям. Ну, я не знаю, вам, может, не видно. О, слушайте, когда нужно показать пепельный, камера показывает рыжий. Когда на самом деле пепельный. Я сейчас смотрю, у меня просто какие-то рыжие волосы вот здесь вот. А он показывает какие-то пепельные, да? Короче. Снимаем наши волосы. Точнее, полотенце. Смотрим на волосы влажные. Понятно, что влажные и сухие – это разные вещи, да? Но при таком освещении просто ламповым. Ну, вроде хотя бы один цвет, да? Нет такого, что здесь рыжие, а здесь холодные. Если уж он рыжий, то однотонные. Да? Вот я вижу какой-то здесь один цвет. Ничего меня не смущает. Корни рыжие и дрена рыжая. Вот. Я в фокусе вообще. Так, чем я буду еще взбрызгивать волосы? Вот такой вот штучкой. Тоже Леката фирмы. Мне нравится этот спрей. После него очень хорошо расчесываются волосы. Хотя после маски уже хорошо расчесываются. Но я все равно. Мне нравится запах его. Видите, как легко расчесываются волосы? Вообще ничего нигде не застревает. Хотя мои волосы, они не расчесываются легко. Тем более мокрые. Блин, я... Девочки, я реально вижу темно-рыжий цвет. Мне веснушек не хватает. Вот при свете смотрите на мои волосы мокрые. Мне хочется как бы это впечатление разные, чтобы были, да? Мам, что скажешь? Что ты видишь? Я вижу, что они, по крайней мере, выровнялись, да? Хотя бы ровные, да? Но они прям рыжие какие-то, темные, да? Темно-рыжие. Как по мокрому волосу можно что-то судить? Нет, ну мы пока по мокрому судим. По мокрому они темно-рыжие, согласись. Так. Я, по крайней мере, смотрю, что равномерно покрасились они. Меня это уже устраивает. Ну, то что равномерно, это да. Ну, короче, всё. Пошла я сушить, посмотрим, да? Что получится. Давайте покажу сначала вам, что получилось. Пока делаете свои выводы. А я скажу, что думаю я. Я в пись. Я в пись. Киса, хорошая киса. Итак, что же я вижу? Я вижу, что я рыжая. Мне прям реально жеснушек не хватает, конопушек. Но этот цвет мне, в принципе, идёт. Мне идёт тёплые оттенки. Немного, да? То есть он не прям там рыжий какой-то. Может быть, на камере он кажется очень рыжим. Он реально какой-то между рыжим и между тёплым. Цвет, в принципе, красивый. Он однотонный. Но я ожидала, что всё-таки он будет ещё похолоднее. Какой-то присутствует оттенок, который мне не совсем близок, да, ко мне. Но так как у меня светлая кожа, у меня, в принципе, такие оттенки идут, чтобы они были тёплые, немного с рыжиной. Вот мне всё это дело идёт. Что, какой вывод я делаю для себя? Что восьмой уровень, это мой уровень. Просто нужно выбрать немного другой оттенок. И как прекрасно, что я решила всё это сделать перед Новым Годом. То есть перед самым Новым Годом мне ещё нужно будет покраситься, наверное, да? Потому что уже всё подсмоется. Ну, посмотрим. И как раз это такой тестовый режим был. Что вам ты скажешь? Слушай, ну то, что я вижу со стороны, да? Вот где у тебя был волос белый, тут у тебя холоднее. Вот оттенок такой мягкий бежевый, да? Я тоже это заметила, да. А вот красненькая, она где-то вот тут сверху укорнее. То есть получается, что на русый волос идёт с красненькой, а на белый волос он идёт холодной. То есть с бежевинкой, да. Ну, ну да, чуть-чуть, видите? Вот я хотела, наверное, вот что-то такое. Из-за того, что корни, они так поднялись, и как будто рыжина проступать начала. Я такая не поняла, что это. И немножко вот от корней у лица кажется, что какая-то рыжая. Хотя, действительно, на концах, где был блонд, он получился больше к тому, что я хотела. Вот не знаю, может, разницу почувствуете? Ну, наверное, вот здесь вот разницы даже не видно, мам, честно. Ну, со стороны я вижу, то ли свет падает, я вижу, что здесь вот есть такая красниночка, а здесь её нет. Ну, вот потому что, наверное, поднялся корень, да, и на трёх процентах он вот даёт вот этот непонятный оттенок. Посоветуйте, может быть, кто-то знает, может быть, в эту краску нужно добавить было немножечко пепла, да, там синего какого-то, и он бы с корней убрал. То есть, ну, поняли, да, именно на корнях. Вообще, и Неприя, она какая-то непредсказуемая, что тогда я её на корнях делала, она давала мне рыжину, давала рыжину, представляете, на корни. Хотя муд более ниже, она не давала рыжины. Может быть, надо будет из муда выбрать, тоже что-то холодный беш, да, какой-то, из муда выбрать. И муд наверняка сделает получше. Ну, короче, пока походим так, в принципе, мне нравится. Главное, что одного цвета всё, и я выгляжу более ухоженно, мне кажется, чем с этими прядями, что-то они поднадоели мне. Вот, ну, следующий цвет, в общем, почитаю ваши комментарии. Я буду брать чутка холоднее, может быть, с чем-нибудь. Короче, мне нравится экспериментировать с оттенками, посмотрим, как здесь будет ещё отрастать мой корень, насколько его будет видно. Вообще, я не хочу, чтобы его было видно, я хочу, чтобы он сливался с моим цветом волос, и красилась я тогда, когда хочу, а не тогда, когда уже пора, не надо. Да, ещё очень интересно, что будет после того, как смою я. Раз смою, два смою. Я надеюсь, что здесь не получится белый, а здесь рыжий. Следите, следите за мной. И посмотрим вместе, что будет. Всё, спасибо мамочке за окрашивание. Я пошла дальше приводить себя в порядок перед Новым Годом. Вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока, жду комментарии, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, обязательно ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.